Здравствуйте, меня зовут Илья Фабисович, я очень люблю Лондон, я очень люблю о нем читать, думать, писать, говорить и с относительно недавних пор, хотя каких недавних, несколько лет я уже провожу по нему то, что я называю прогулками, можно было бы это назвать экскурсиями по моим любимым районам, а с недавних пор, по понятным всем причинам, наверное, я решил перенести, по крайней мере временно, эти прогулки в онлайн и оказался очень доволен результатами, честно вам скажу, для меня это оказался невероятно интересный формат, мне удалось благодаря этому формату посмотреть сбоку, сверху, совершенно с другой точки зрения, на свой любимый город Сегодня я хотел бы немного вам рассказать о своей прогулке под названием Флитстрит и окрестности и заодно продемонстрировать свой, так сказать, творческий метод, если так можно выразиться Ничего творческого в нем особенно нет, мне очень нравится совмещать две вещи С одной стороны, я очень люблю разговаривать о принципиальных вещах, о том, почему город сегодня устроен так, как он устроен Почему он выглядит так, как он выглядит, почему этот район находится слева от этого, а не наоборот И мне кажется, никогда нельзя это исключать из виду А с другой стороны, мне, естественно, как и всем нормальным людям, нравятся такие небольшие погружения совсем в частности Здорово понимать, что где находится и почему, но замечательно еще в дополнение к этому понимать, как оно сейчас внутри устроено Почему именно так, как оно выглядит, даже если вы сейчас не можете на это посмотреть Вот я сейчас сижу не в Лондоне, многие из вас, наверное, сейчас сидят не в Лондоне, неизвестно, когда в нем в следующий раз окажутся Поэтому я и решил сделать эти прогулки, и поэтому я решил начать записывать к ним вот такие трейлеры Чтобы вам было лучше понятно, в какую авантюру вы собираетесь пуститься вместе со мной Давайте я исчезну временно, по крайней мере, с ваших экранов и покажу, собственно, как эти прогулки устроены И что примерно мы будем обсуждать и рассматривать на этой конкретной прогулке Совершенно бессмысленно говорить об этом или любом другом районе Лондона без контекста Просто вот высадиться в конкретный район и ну давай там гулять, не понимая, почему и зачем он здесь находится Поэтому сначала нам нужно будет посмотреть на Лондон сверху Это такой, я бы сказал, центр, в расширенном понимании центр Лондона, очень большой, Лондон вообще огромный город И я над этим центром завис несколько восточнее, чем обычно принято делать Потому что настоящий исторический центр Лондона находится не рядом с Гайдпарком или Букингемским дворцом А вот здесь, там, где сегодня находится финансовый район Лондона, он называется Сити И там, где две тысячи лет назад Лондон был основан римлянами Это все огромный сложный разговор о том, почему мы недостаточно обращаем внимания на этот исторический центр И считаем, что он находится где-то западнее Ну, с другой стороны, понятно, почему мы считаем, что он находится где-то западнее Потому что тысячу лет назад вот сюда, где действительно находится и Букингемский дворец, и Гайдпарк, и Лестерсквер, и Ковенгарден, и Пикадилли, и что ни назови Тысячу лет назад сюда переехали последние англосаксонские короли И тысячу лет назад возник вот этот вот второй центр притяжения в Лондоне, как мы сегодня это ощущаем Тогда это был никакой не Лондон, а некоторое поселение под названием Вестминстер В паре километров на запад по Темзе от Лондона В нем был, здесь был Вестминстерский дворец, собственно, первопричина появления этого поселения Сегодня его не видно практически, остался один, но очень важный фрагмент этого дворца И сегодня он часть комплекса зданий парламента, который вы видите на первом плане А на заднем плане вы видите Вестминстерское аббатство Тоже, естественно, очень важный объект, связанный с этим лондонским районом И вот с тех пор, как тысячу лет назад без малого возникла эта странная, уникальная, можно сказать, лондонская конструкция С двумя центрами На востоке древний исторический, коммерческий, сегодня финансовый центр На западе политический королевский центр С тех самых пор, естественным образом, дорога, соединявшая эти два центра Приобрела отдельное значение в истории Лондона Все эти улицы, которые складываются в этот длинный путь, непрямой Они очень важные на карте Лондона, важные в его истории и по-своему важные сегодня Начиная с запада, ближе всего к Вестминстру, это улица Уайт-Холл Вот она у меня сейчас вертикально практически на экране Она на юге упирается в парламентскую площадь и все эти вестминстерские дела А на севере она упирается в Трафальгарскую площадь, которая появилась на карте Лондона относительно недавно, в 19 веке Вот это улица Уайт-Холл правительственная, министерская, политическая На ней очень много всяких государственных учреждений Вот сейчас у меня посредине на экране по диагонали слева направо-наверх идет улица Стрэнд В свое время очень важная улица, сегодня чуть менее важная, чуть менее, я бы сказал, архитектурно богатая Она на западе упирается в Трафальгарскую площадь, а на востоке не совсем понятно, где она заканчивается, потому что она очень плавно, незаметно переходит в улицу Флит-стрит О которой я в основном и буду сегодня говорить И улица Флит-стрит мне представляется самым важным, самым интересным отрезком этого пути от одного центра до другого, потому что она ближе всего к старому городу И потому что вокруг нее 700-800 лет назад начали складываться очень важные три сообщества, которые оказали большое влияние на нее И благодаря существованию которых сегодня этот район является таким невероятно интересным Первыми были монахи Вокруг Лондона Средневекового было довольно много монастырей разного размера, мужские, женские, такие-сякие Они все исчезли одновременно в XVI веке Из-за того, что называется реформацией церкви В Англии появилась своя собственная некатолическая англиканская церковь На фоне конфликта Генриха VIII с Папой Римским и его шесть жен и все, что там рядом происходило Вот на фоне всего этого, неизвестно, что было фоном чего, монастыри были уничтожены И сегодня в этом районе к юго-западу от собора Святого Павла Вот собор у вас чуть правее центра сейчас на экране Рядом с собора Святого Павла находился один из самых больших и влиятельных монастырей этого Лондона старого Монастырь доминиканцев, черных монахов Сегодня весь этот район называется Black Friars Они появились здесь в конце XIII века Вскоре после этого здесь появились юристы Я бы сказал, не организованно появились Не просто какие-то отдельные люди А появились очень важные, странные, профессиональные объединения юристов Которые появились тогда и существуют до сих пор Вот на этом участке Лондона располагаются, я бы сказал, штаб-квартиры Этих четырех адвокатских коллеги К которым должны принадлежать все адвокаты в Англии и Уэльсе Если вы хотите быть адвокатом в Англии и Уэльсе Вы должны быть частью вот этих четырех профессиональных объединений Которые сейчас все перед нами на карте И они приехали сюда, давайте скажем так, лет 700 назад И они существуют здесь до сих пор Мы довольно подробно на них посмотрим Я перепрыгнул географически вторую часть нашего рассказа Потому что она последняя по хронологии в каком-то смысле К тому времени, когда здесь возникли организации юристов И здесь уже существовали монастыри К середине второго тысячелетия, к 1500 году Тогдашним английским первопечатникам стало понятно Что селиться нужно здесь Потому что и юристы, и монахи предъявляют спрос на услуги Сначала писарей, а вот теперь печатников И поэтому 500 лет назад, в 1500 году Здесь появился первый печатный станок на Флит-стрит И с тех пор судьба этой улицы была предопределена 500 лет она была главной в Англии В какой-то момент, наверное, в мире улицей печатного слова Здесь жили и работали те, кто писали, те, кто печатали Те, кто собирали информацию, те, кто ее распределяли Все-все-все-все У нее было несколько более или менее важных периодов Она, история этой улицы, в этом смысле, закончилась в конце 20 века Когда отсюда выехали все журналисты Так что сегодня это такой странный музей Этой профессии в натуральную величину Мы начнем, давайте теперь уже я пойду географически по порядку Мы начнем у собора Святого Павла Рассмотрим вот эти вот места обитания черных монахов От них самих ничего не осталось Но зато здесь есть замечательные вещи Вроде гильдии фармацевтов Которая возникла на территории бывшего монастыря В конце 19-го, в начале 20-го века Возник вот этот замечательный паб Который называется Black Friar, черный монах Внутри которого мы постараемся попасть С помощью высоких технологий, немножечко его рассмотреть Потом мы вернемся на линию Fleet Street Посмотрим последний раз на собор Святого Павла И отправимся уже исследовать эту замечательную улицу Но замечательная она еще и тем, что исследовать надо не ее саму Но и все, что находится по ее сторонам В разных переулках и дворах К северу и к югу от нее Это очень важный принцип исследования того, что осталось от древнего Лондона Поэтому мы заглянем и на юг, и на север У нас будут разные темы для разговоров там и сям На самой Fleet Street тоже есть интересные вещи В основном относящиеся к 20-му веку Это главные редакции, они же фабрики по производству Главных английских газет в первой половине 20-го века Здесь уже нет никаких редакций Но замечательная эта архитектура осталась И в конце, как я уже сказал Мы довольно подробно погуляем Изучим вот эти вот кварталы обитания юристов Тогда и сейчас Они интересны и сами по себе И с юридической точки зрения Точнее, с точки зрения истории английского права и судов И, конечно, как такое архитектурное и городское явление В том числе и потому, что вот эти вот конкретные юристы Над которыми я сейчас завис Они не на пустом месте поселились давным-давно Они поселились на земле, которая когда-то принадлежала рыцарям-тамплиерам И поэтому здесь находится вот эта вот круглая церковь Один из главных памятников средневекового Лондона Ну и вообще тут очень интересно Это такой огромный, очень сложно устроенный Как будто бы Кембриджский и Оксфордский колледж Только еще гораздо интереснее Потом я вернусь ненадолго на Флит-стрит И недолго поговорю о вот этом замечательном комплексе зданий Одном из главных комплексов судов в Англии и в Лондоне И закончу Моя последняя такая содержательная длинная остановка Будет еще одна адвокатская коллегия Она называется Линкольн Зин Она устроена, как вы, наверное, видите, немножко попроще Здесь меньше всяких двориков Но она просто очень красивая Здесь есть и самый конец XV века, и XVII век, и XVIII И в середине XIX она разрослась И адвокаты вот эти построили себе замечательный такой комплекс зданий Уже в 1840-х годах Все мы это изучим и закончим совсем рядом На площади Линкольн Зин Филдс Это адвокатская коллегия Линкольн Зин Площадь Линкольн Зин Филдс И это такая важная смысловая точка для этой прогулки Потому что мы будем два часа обсуждать всякие средневековые вещи А с идеей площади в начале XVII века начался совершенно новый Лондон Который разрастался на запад И одним из главных ингредиентов развития которого и была, собственно, площадь Поэтому здесь мы закончим Мы будем, как я уже сказал, я буду говорить два часа В середине у нас будет перерыв В конце я отвечу на ваши вопросы письменные Или если вы захотите устно После окончания нашего прямого эфира я пришлю вам письмо Наверное, через день примерно Там будут всякие подробности Будет изложен наш маршрут Будет ссылка на запись нашего эфира И многие еще всякие полезные вещи Я надеюсь, что мы с вами встретимся на виртуальный Fleet Street Которое, поверьте мне, может быть Ничуть не менее интересное, чем реальное Я за то время, что я провожу эти прогулки Совершенно в этом убедился И я надеюсь в этом убедить вас До встречи!